В одной из серий плейлиста, посвященного сбору и анализу YouTube контента про раздельный сбор отходов, я обратился к этому видео. В частности, я предлагал собрать комментарии к видео. У этого видео 87 комментариев. Некоторые из комментариев являются родительскими, или другими словами, комментариями верхнего уровня, топ-левел. То есть это комментарии непосредственно к видео. У родительских комментариев бывают ответы. Это все ответы. И не важно, что вот в этом комментарии Зоя отвечала Лене. То есть это ответ на ответ. Но для YouTube ответ на ответ – это просто ответ. Итак, комментарии для YouTube бывают либо верхнего уровня, как вот этот, либо ответа. Как можно собирать комментарии с YouTube? Есть три способа. Первый способ – это просто копипастить и вставлять, например, в Excel. Можно взять содержимое комментария, имя его автора, количество лайков, количество ответов. Все это можно аккуратно, вручную скопировать и ставить в Excel. Если комментариев 87, то это долго, но реально. А если комментариев 1000 или если требуется собрать комментарии не к одному видео, а к 1000 видео, тогда лучше прибегнуть к другим способам. Второй способ – это обратиться к API YouTube – Application Programming Interface. Чтобы к нему обратиться, надо открыть страницу для разработчиков – DevelopersGoogle.com. Здесь найти YouTube. И на этой страничке найти Reference. И посмотреть налево, есть ли здесь что-то, что по названию напоминает слово комментарий. Есть. Раз и два. Два этих метода очень похожи. Убедиться в этом можно, зайдя в каждый из них и прочтя Overview. И в этом, и в этом. Но чтобы сэкономить вам время, сразу скажу, что comments позволяют запрашивать комментарии только если известен их ID. Или если известен ID родительского комментария, к которому данный комментарий оставлен в качестве ответа. Но вернемся на страницу с видео. Здесь нет никаких ID комментариев. То есть метод comments здесь не поможет. Зато есть метод comment threads. Он позволяет искать не только по ID комментария, но и по ID видео и даже ID канала. И даже по какому-либо специфическому запросу. Например, это слово «котик». Я ввожу в качестве аргумента этого метода слово «котики» и получаю именно комментарии и ответы со словом «котики». То есть comment threads – это такой очень универсальный метод в отношении комментариев. Но у него есть два нюанса или даже недостатка. Во-первых, его overview довольно бедный, и многие параметры выдачи здесь не описаны. Зато они описаны в методе comments, в его overview. И поскольку выдача почти одинаковая для comment threads и comments, то можно детально ознакомиться с выдачей внутри именно overview для comments. Прокутив вниз, вот здесь ознакомиться. Но вернемся в comment threads. Второй его недостаток, более существенный, состоит в том, что он выдает все родительские комментарии или комментарии верхнего уровня, но не все ответы к ним, а только часть. Зато применив comment threads и собрав ID всех комментариев верхнего уровня, можно затем применить comments и собрать недоданные YouTube ответы. Попробуем применить метод comment threads к интересующему меня видео. Возьму его ID и вставлю в окошко видео ID. Также обязательно следует указать snippet в аргументе part и еще два значения этого аргумента – ID и reply. Реплай нужен для того, чтобы в выдаче comment threads были ответы на родительские комментарии. Все это не нужно, потому что я уже вставил ID именно видео. Max Results по умолчанию 20. Можно поставить 100. Можно и 87, потому что здесь 87 всего комментариев. Но вдруг, пока я сейчас работаю с API Explorer, к тому видео уже добавилось комментариев, поэтому пусть будет 100 максимальное число. Можно запускать, но сначала надо снять галочку Google Auth 2.0, потому что для сбора комментариев достаточно авторизации по ключу. Запускаю. Код 200 – это успех. Посмотрю на сгенерированный скрипт для Python. Право, для Python скрипт. Вот он. Очень большой запрос. У меня он будет гораздо короче. И вот ответ. Ответ еще больше. Конечно, он еще больше. Он в формате JSON. И здесь каждый комментарий сопровождается большим объемом информации, в том числе имя автора, когда опубликован, количество лайков и так далее. Все то, что копипастик из-под видео было бы долго здесь, быстрее. Но все еще не идеально, потому что вводить ID каждого интересующего видео – это немножко долго, если 1000 видео. И потом распарсивать, то есть разбирать на значащие единицы эту выдачу тоже долго. Ручную долго. Поэтому третий, самый лучший способ – это скопировать код запроса в Python. В Python его допилить и запустить. Что я и делаю. Копирую и перехожу в Jupyter Notebook. И там я сначала покажу итоговый чанг, который за 4 минуты собирает больше 7000 комментариев к примерно 1000 видео. А затем, чтобы каждый элемент этого кода стал ясен, разберу чанг на этапы и на отдельные чанги. Приступим. От скопированного кода я оставил только вот эту часть и вот эту часть. В моем скрипте будут использоваться следующие команды, пакеты, модули Google API Client, Pandas и Regular Expressions. Чтобы скрипт работал, следует на сайте Google для разработчиков создать ключ и привязать к нему проект. Я сделал это уже давно. Об этом можно посмотреть в предыдущих сериях этого плейлиста. Краткая информация об этом этапе содержится в этом Markdown. Во-первых, импортирую требуемые пакеты и модули. Если какой-то из них не импортируется, его надо установить на компьютер. Причем, обратите внимание, что Google API Client устанавливается по такому имени. Как устанавливать и обновлять пакеты и модули смотрите в предыдущих сериях. Во втором чанке – настройки для Google API Client, в том числе и ключ авторизации. В третьем чанке – потенциально полезные аргументы запроса. Сюда я выписал все возможные аргументы, но использовать я буду только некоторые из них. А именно аргумент part, аргумент mass results, аргумент video ID. Причем теперь в video ID я подам ID видео, у которого больше 100 комментариев. Потому что мой скрипт должен быть универсальным. И собирать комментарии не только с первой страницы выдачи, но и со всех остальных. Дальше я ставлю команду break, чтобы при автоматическом запуске kernel restart and run all процесс здесь останавливался. И, наконец, результирующий код находится в пятом чанке. Этот код позволяет выгрузить более 7000 комментариев, оставленных примерно в 1000 видео. И сделать это за 4 минуты. Проверим. Kernel restart and run all. Сначала исполняются первые три чанка сверху. Срабатывает команда break. Теперь я запускаю этот чанк. Обрабатываются по очереди все видео. Для визуализации я демонстрирую номер видео из общего числа видео. Для некоторых видео возникает проблема. Что за проблема расскажу позже. Прошло примерно 3 минуты. Цикл близок к своему завершению. Видите, теперь здесь написано не видео, а итерация. Очень много итераций. Это распарсиваются ответы на родительские комментарии. 1279 комментариев имеют ответы. Вот эти ответы сейчас распарсиваются. Что значит распарсиваются? В одной ячейке таблицы содержится сразу много ответов и информация о них. Распарсить значит достать из ячейки эти ответы и превратить их в полноценную таблицу. 4 минуты 13 секунд заняло выполнение этого чанка. Чанк действительно большой. Сейчас расскажу, как он получился. В нем заложено 3 этапа. Первый этап – это сбор родительских топ-левел комментариев. Это первый этап. Следующий этап – это парсинг ответов на родительские комментарии. И последний этап – это подготовка первой таблицы с родительскими комментариями и второй таблицы с ответами на родительские комментарии к объединению. Теперь расскажу подробнее про каждый этап. Возвращаюсь наверх. Сначала я подаю пробный запрос. Комментариям видео, чей ID указан вот здесь. Произвольно взятое видео из моей базы, выбранное потому, что у него больше 100 комментариев. Результат запроса. Новый комментарий. И это только первая страница с выдачей. Оформляю результат запроса в таблицу. 100 строк. Каждая строка – это родительские комментарии. Здесь 23 столбца. Для дальнейшего анализа будут полезны, на мой взгляд, следующие столбцы. ID комментария, ID видео, отображаемый текст и просто текст. ID канала, ID канала, принадлежащего автору комментария. Количество лайков, поставленных комментариев. Дата публикации комментария. Дата редактирования комментария. Количество ответов на комментарии. И содержимое ответов на комментарии. У этих комментариев нет ответов, поэтому тут пусто. Но в этой таблице есть и комментарии, у которых есть ответы. И для таких комментариев здесь как раз находится очень большой объем информации, которую и надо распарсить. После того, как посмотрел на таблицу, записываю ее в формат дата фрейма. Все то же самое, но теперь это уже отдельный объект, который называется comments. Цикл для прохода по всем страницам с выдачей. Если к видео имеется 388 комментариев и на каждой странице располагается 100 комментариев, то, очевидно, потребуется 4 страницы. Но смотрите, итерации 2. То есть здесь добавилось еще 100 и здесь 100. Таким образом, таблица увеличилась не более чем на 200 строк. Почему так? Посмотрим. Вот таблица. В ней 261 строка. Причем я удалил первые 4 столбца, поскольку первые 4 столбца практически полностью дублируют следующие 4 столбца. В дальнейшем это будет мне мешать. Я удалил 261 строка, потому что у изучаемого видео только 261 родительский комментарий. И все остальное – это ответы на родительский комментарий. Ответы на родительский комментарий содержатся в таком формате в столбце replies comments. Это содержимое я скоро буду разбарсировать. И уже после этого я получу. Суммарное число комментариев и ответов близкое к 388. Может быть, не ровно 388. Почему так, объясню позже. В предыдущих сериях этого плейлиста я собрал интересующие меня видео. 1100 с хвостиком. Загружаю их в этот скрипт. Но не всю таблицу целиком. Вся таблица мне не нужна. Мне нужен только столбец B, в котором находится ID этих видео. Поэтому использую аргумент qscalls равно b. 1102 ID изучаемых мною видео. Дальше мне надо будет визуализировать, к какому видео внутри цикла я обращаюсь. Подготовлю эту визуализацию. Зная ID, хочу узнать индекс строки, в которой это видео располагается. Здесь используется условная конструкция и атрибут индекса. 12-е видео, то есть видео, с которым я работал выше, в моей таблице находится в 12-й строке. Цикл, в котором я пройдусь по всем 1102 ID. Каждый такой проход стоит 1 юнит квоты. Сегодня я уже потратил, запустив итоговый чанг, 1000 с лишним юнитов квоты. Но у меня 10 000 юнитов в день, поэтому я могу позволить себе запустить этот цикл, фактически собрав еще раз ту же самую информацию, которую я уже собрал в итоговом чанге. В этот цикл включены созданные выше чанги. Чанг 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. При этом 4.1-4.3 они находятся внутри цикла 4, а чанг 4.4 уже вне тела этого цикла. Цикл 4 как раз и обеспечивает проход по всем 1102 ID. Вот здесь я очищаю таблицу comments, я ее уже только что заполнил чуть-чуть комментариями к одному видео, но это был пробный запуск. Я ее очищаю и теперь она будет наполняться последовательно комментариями к каждому из 1102 видео. ID каждого видео будет записываться в этот итератор, который я назвал VideoID. Этот VideoID будет подаваться внутрь запроса и первого запроса для каждого видео и запросов к следующим страницам выдачи для каждого видео. Поэтому два запроса. Запрос к первой странице и внутри цикла запросы к следующим страницам выдачи. Запускаю. Ошибка. Смотрите, какая интересная ошибка. Оказывается, что если к видео нельзя оставлять комментарии, то при подаче запроса на получение этих комментариев YouTube очень грубо реагирует. Реагирует именно такой ошибкой. Хотя мог бы просто выдать ноль комментариев. Но нет. Получите ошибку. Ошибка возникнет, если видео относится к категории Private. Например, видео недоступно, автор ограничил доступ к видео. Такого рода ошибки будут останавливать цикл, как сейчас его остановили. Я добрался только до 17-го видео и уже ошибка. Чтобы ошибки не останавливали цикл, существует конструкция try except. Поэтому я беру весь код из этого чанка, вставляю в этот чанк и еще добавляю сюда try. Причем, заметьте, try тоже имеет двоеточие и у него тоже есть свое тело. Тело – это значит дополнительный отступ. Try – что должно происходить, если все в порядке. И except – что должно происходить, если не в порядке. Вот если в порядке, работают все те самые чанки 4.1-4.3. А если не в порядке, то я, во-первых, сообщаю себе об этом при помощи принта. Я указываю номер строки видео, которое вызвало проблему. А также записываю список проблемных видео – ID этого видео. И этот список я формирую перед началом цикла. Сначала это пустой список. А потом, если будет возникать проблема, этот список будет наполняться таким образом. В этом чанке я добавил вот эту часть, вот эту часть и сдвинул на дополнительный отступ весь вот этот код, который относится именно к телу try. Снова запускаю. Смотрите, в этом видео была проблема, но цикл не остановился, а просто сообщил, что проблема есть. И ID этого видео записал в список проблем видео ID. Этот цикл будет работать примерно 3 минуты. Я молодец. Мой алгоритм выгрузил 4707 комментариев. Это родительский или топ-левел комментарий. У многих из них есть ответы. Здесь их не видно, но вообще-то есть. Попробую распарсить сначала информацию об одном из ответов. Во-первых, я обновляю индекс, чтобы индекс своей таблички был не такой, который сейчас начинается с нуля и имеет много повторений. А сквозной от единицы до 4707. Теперь узнаю, сколько же комментариев и ответов ожидается в 2761. То есть в 2761 прибавить 4707 комментариев существуют в природе, и их надо собрать. Я уже решил половину этой задачи, осталось решить еще одну половину. Даже больше, чем половину, и осталось вот что собрать. Посмотрю только на те строки таблицы, в которых находятся отвеченные комментарии, комментарии с ответами. Таких 1279. Видите, у них есть ответы. Один, два, два. Ответы спрятаны в этих ячейках. Их надо оттуда достать аккуратно, то есть распарсить. Записываю номера отвеченных комментариев. Вот номера. Их 1279. И поскольку я хочу распарсить сначала информацию об ответах одному топ-левел комментарии, посмотрю на соответствующую ячейку. В этой ячейке один ответ. Я сортирую отходы и дополнительная информация об этом ответе. Оформляю этот ответ в таблицу. Вы можете заметить, что название столбцов очень похоже на название столбцов в таблице с родительскими комментариями. И это хорошо. Есть такой нюанс. И я о нем уже упоминал. YouTube позволяет методом коммент-фред собрать все топ-левел комментарии, но не все ответы на топ-левел комментарии. Поэтому важно отслеживать, есть ли недодача ответа. В случае рассматриваемого родительского комментария такой недодачи нет. Ожидался получить один ответ и получил один ответ. Но я создам новый столбец в таблице с родительскими комментариями. И в этом столбце будет разница между ожидавшимся числом и полученным в конце. Столбец недостача ответа. Пока что этот столбец пустой для большинства комментариев, потому что я записал значение только для одного комментария, который я сейчас и рассматриваю. А для всех остальных комментариев пока что стоят пропуски. Но возвращаюсь к выгруженному мною ответу. Вот ответ к одному комментарию. Я его записываю в таблицу replies. Теперь подобным образом надо пройтись по всем родительским комментариям, у которых есть ответы, и распарсить эти ответы, записывая каждый раз в таблицу replies additional и конкатинируя затем. Что я и делаю в этом цикле. Обратите внимание, что сюда вошли только чанки 5.3, 5.7, 5.8. Остальные чанки – промежуточные шаги, которые объясняют происходящее. Запускаю. Полминуты примерно работает этот цикл. Он работает быстрее, чем я скроллил. Пытаюсь добраться до самого конца, но это не так просто. Но, похоже, я справился. Вот я иду наравне со скоростью цикла, и мы уже близки к завершению. Табличка с ответами – 2343 ответа. Обратите внимание, родительский комментарий было 1279, а в сумме ответов на них получено 2343. Теперь надо вот эту табличку с ответами добавить к табличке с родительскими комментариями. Чтобы добавлять было удобнее, я хочу проверить, есть ли совпадающие столбцы в этих табличках. Проверяю при помощи цикла. Совпадающие столбцы я назвал mutual comments. Использую здесь атрибут columns. Атрибут columns для таблицы с родительскими комментариями и атрибут columns для таблицы с ответами на родительские комментарии. Ничего себе! Всего 4 столбца совпало. Как так? На самом деле гораздо больше. Просто в родительской таблице есть префикс – snippet top-level comment. Это префикс. Если его убрать для столбцов в родительской таблице, то совпадений станет гораздо больше. Правильно? В этом цикле я убираю префикс, из чего я создаю новую таблицу – comments, replies. Создаю ее пока что из таблицы с родительскими комментариями методом copy. Если не использовать метод copy, а просто написать comments, replies равно comments, то эти две таблицы будут жестко связаны. Изменения, вносимые в comments, replies, будут отражаться и на таблице comments. Мне это не надо. Поэтому я создаю именно копию, не связанную с исходной таблицей, при помощи метода copy. И дальше я прохожусь по всем столбцам новой таблицы и удаляю префикс. Если этот префикс в названии столбца находится, использую метод replace. Заменяю префикс. Это. На ничто заменяю. Видите, здесь ничто. На него заменяю. И все столбцы после проверки и чистки я записываю в comments, replies, new columns. Вот все столбцы после проверки на наличие префикса и удаление префикса. Теперь я присваиваю эти новые названия столбцам таблицы. В этой таблице раньше были столбцы с префиксами. Теперь я этой командой присваиваю новые столбцы, вот эти, и в столбцах больше нет префиксов. Теперь я снова проверяю наличие совпадений в таблице с родительскими комментариями после очистки от префиксов и в таблице с ответами на родительские комментарии. Было четыре совпадения, помните? Здесь четыре всего совпадения. А теперь совпадений много. Если сравнить с теми столбцами, которые меня интересуют, помните, я о них говорил на первом этапе, когда рассматривал столбцы таблицы с родительскими комментариями. Говорю, что вот эти столбцы меня интересуют. Оказалось, что совпадение почти полное. То, что меня интересует, есть в столбцах и родительской таблицы, разумеется, и таблицы с ответами на родительские комментарии. Это значит, что после того, как я объединю таблицу с родительскими комментариями и таблицу с ответами на родительские комментарии, я буду иметь интересующие меня столбцы. Но в таблице с ответами по понятным причинам нет столбца total reply count, потому что ответы не предполагают ответ. Вы можете возразить, как так? Ведь в YouTube можно отвечать на чужие ответы. Да, можно, но YouTube не фиксирует эти различия. То есть, если вы ответили на топовый комментарий, топ-левел комментарий, комментарий верхнего уровня, то это ответ. Если вы ответили на ответ, то это такой же, ровно такой же ответ в глазах YouTube. Это все ответы. Они не дифференцируются. Есть только комментарии верхнего уровня, топ-левел коммент и ответы. Неважно, это ответ на топ-левел коммент или это ответ на ответ. Таким образом, в таблице с ответами нет столбца total reply count. Но для удобства я создам такой столбец и впишу в него то, что там и должно быть, что там отсутствуют ответы. Ответы на ответы отсутствуют. То есть 0, используя атрибут log. И недостача ответов тоже для таблицы с ответами не актуальна, потому что если на ответ не может быть ответа, то и недостачи быть не может. Но в целях удобства объединения правительской таблицы и таблицы с ответами я добавлю столбец недостачи ответов в таблицу с ответами. И там, разумеется, тоже будут нули. Вот эти столбцы, они с нулями. Теперь я еще раз проверю совпадение столбцов в родительской таблице и таблице с ответами. Все, что мне нужно, теперь здесь есть. Наконец, и в родительской таблице, и в таблице с ответами я обрежу столбцы, которые меня не интересуют. Каким образом? Я не буду делать drop. Я просто перезапишу родительскую таблицу для начала, взяв только те ее столбцы, которые меня интересуют. Видите, я произвожу индексирование при помощи списка mutual holdings, вот этого списка. То есть я из исходной таблицы возьму только столбцы, столбцы, относящиеся к mutual comments, и перезапишу с тем же именем. 18 столбцов. То же самое проделаю с таблицей с ответами. Исходная таблица с ответами. Беру только столбцы mutual comments и перезаписываю. Тоже 18 столбцов. Осталось объединить две эти таблицы при помощи метода CONCAD. 7050 строк. И, наконец, все, что я делал до этого момента, следует объединить в один чанг, убрав промежуточные шаги. Промежуточные, то есть те, которые нужны были для объяснения происходящего процесса, но не для конечного результата. Этот чанг вы уже видели. Я его запускал. Он работал примерно 4 минуты. И позволил мне получить таблицу, в которой есть и родительские комментарии, и комментарии-ответы. В ней 7050 строк. Какое совпадение, да? Остается вопрос, сколько комментариев-ответов YouTube мне не додал. Чтобы на него ответить, надо просто просуммировать значение по столбцу недостачи ответов. 418 комментариев-ответов YouTube мне не додал. Ай-яй-яй. Вот как раз для того, чтобы собрать эти 418 ответов, надо использовать метод COMMENTS. Его я использую в отдельном скрипте. А то, что уже собрал, все-таки 7050 комментариев, это немало. По сравнению даже с 418, можно вообще-то и ограничиться с ними тысячами-сидесятью комментариями. А на ней закрыть глаза. Так вот, я сохраняю эти 7050 комментариев в Excel-файл. А вот скрипт для работы с методом COMMENTS. Для того, чтобы собрать как раз те самые 418 ответов. Здесь используются все те же самые модули, пакеты, их методы и атрибуты. Начало ровно такое же. Правда, аргументов у метода COMMENTS меньше, чем у метода COMMENT THREADS. Посмотрите, гораздо меньше, чем было в методе COMMENT THREADS. Вот аргументы метода COMMENT THREADS. А вот еще раз методы COMMENTS. Но знаете, что удобно? Что можно взять готовый итоговый чанк, который я сделал для метода COMMENT THREADS. Немножечко его подредактировать, укоротить. Видите, он стал гораздо короче. И при помощи него собрать оставшиеся 418 комментариев. Я собрал 823, потому что мне пришлось подать в этот цикл ID всех родительских комментариев, по которым есть недостача. Видите, вот условия. То есть, некоторое дублирование произошло. Я собрал в этом цикле некоторые ответы, которые я уже собрал в предыдущем скрипте. Но по-другому не получится. Так вот, я в этот цикл подаю ID родительских комментариев, для которых есть недостача. Только их, чтобы экономить юниты квот. А дальше происходят очень похожие циклы. Причем я даже оставил здесь конструкцию TRY EXCEPT на случай, если и при сборе по ID родительских комментариев будут возникать проблемы. Но они не возникали. Такой маленький отчет. Сколько комментариев в ответах Google надал? 418. Сколько ожидается в ад? 823. Вот столько и было собрано. 823 собрано. А сколько проблемных родительских комментариев? 0. То есть, в данном случае, конструкции TRY EXCEPT не потребовалось. Но поскольку я этот чанг делал из уже готового чанга, то я оставил TRY EXCEPT. Они никому не мешают. Мало ли, вдруг есть еще какие-то нюансы, о которых я не знаю, из-за которых какие-то комментарии родительские будут приводить к возникновению ошибок. Я заранее к этим ошибкам подготовился. Таким образом, в итоге, после конкатенации, у меня получилось 7368 комментариев. Сюда входят еще раз родительские комментарии. Комментарии-ответы, которые YouTube сразу выдал при помощи метода COMMENT THREADS. И комментарии-ответы, которые YouTube мне сначала не додал, но я их добрал методом COMMENTS. Вот они. А что с ними дальше делать? Я собираюсь применить к ним текст майнинг. Много всякого текста майнинга. Но это в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok